Всем доброго времени суток, друзья! Вы когда-нибудь задумывались, почему дизельные поезда двигаются так медленно? Перед стартом убедитесь, что ремень надежно застегнут и поехали! Дизельные локомотивы – это мощные машины, но, во-первых, они созданы для силы, а не для скорости. К примеру, представим себе спортсмена-бодибилдера, пытающегося выиграть стометровку. Так и дизельные двигатели предназначены для тяговых усилий и перевозки тяжелых грузов на большие расстояния. Они создают огромный крутящий момент, что отлично подходит для перевозки большинства грузов, но не для достижения высоких скоростей. Для сравнения, гоночные машины, с другой стороны, заточены на скорость и маневренность. Их двигатели оптимизированы для легкости и высокой скорости, что идеально подходит для гонок на треках. А теперь давайте подумаем и о разнице в весе. Дизельный локомотив может весить примерно до 200 тонн. Если представить, то это как пытаться бежать с огромным слоном на спине. Кроме того, железнодорожный транспорт ограничен рельсами, поэтому им приходится строго соблюдать правила скорости и соображений безопасности. Так что в следующий раз, когда увидите, как пыхтит дизельный локомотив, помните, он немедленный, он просто создан для другого. Это как сравнивать сумоиста из одной спортивной категории и спринтера из другой. Оба впечатляют, но в совершенно разных аспектах. Благодарю за ваше внимание. Если было интересно, не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Всем бобра!